Приветствую вас, Ольга. Мне бы для начала хотелось узнать у вас, какого вы хотите ответа, ибо своего вопроса вы не задаёте, ну, то есть такого активно направленного на помощь психолога. То есть, да, вы говорите о том, что не знаете, что делать и как понимать его слова. Вот. Вы говорите о том, что привязались к мужчине. Вы говорите о том, что, ну, у вас есть чувство к нему. И из этого я могу сделать вывод, что вы очень сильно нуждаетесь в мужчине. А он нуждается в вас меньше, чем вы. И мне представляется, что это, собственно, и является самой такой серьёзной проблемой. Ну, как это мне видится, конечно. То есть, первое, о чём стоит вам задуматься, это о вопросах. То есть, характер вашего вопроса, он какой? Дальше идём. Значит, вам 21 год. Вы с парнем 4 месяца встречаетесь. Он у вас первый мужчина, а вы у него 7-ая девочка, как он говорит. Вот, вы знаете, здесь мне бы тоже хотелось, чтобы вы постарались ответить себе на вопрос. Зачем? Зачем вы это написали? Что вы... У него 7-ая девочка. Вас это волнует, вас это тревожит, вас это беспокоит. Или что? Или вы считаете, что у него не должно было быть девушек до вас? То есть, с какой целью вы написали, что вы у него первые, вот этот он у вас первый, а вы у него не первые? Ведь вы же, наверное, вы же, наверное, хотели что-то этим сказать, я полагаю. Ну, вы же, наверное, хотели, ну, что-то этим донести, донести до нас. Я так полагаю, что это важно. Ну, вот, то, что вы хотели бы нам сказать. Понимаете, да? Какой момент. Хорошо. Дальше идем. Дальше идем. Значит, то есть, тут понятно, да, что вам нужно определиться, как вы относитесь к этому. Потому что, судя по тому, что вы написали, и судя по вот этим моментам, которые вы озвучили, я могу предположить, что вы, ну, скажем так, не очень уверены в себе. Либо вы ревнуете своего молодого человека к этим девушкам, которые у него были, и сомневаетесь в нем, то есть в себе. Либо вы боитесь остаться одна. Ну, то есть, вот, для меня самое главное, самое главное для меня, это именно то, что у вас здесь есть ревность, может быть ревность. И причины этой ревности нужно выяснять. Откуда она взялась? Что обусловивало ее появление? И так далее. Значит, мы вместе 7 месяцев, из которых все было хорошо первые 3 месяца. Все было хорошо для кого? С чьей точки зрения все было хорошо? Что вы вкладываете в понятие «все было хорошо»? Что мужчина вкладывает в понятие «все было хорошо»? Дальше. В этот период мы часто общались по телефону, так как живем далеко друг от друга, не можем часто видеться. Сейчас мы, если переписываемся, то пару раз в день или даже реже. Видимся еще реже, ввиду того, что парень работает дома и по хозяйству. Так, ну, смотрите. Значит, первые 3 месяца все было хорошо. Первые 3 месяца все было здорово. Почему внезапно у человека изменилось восприятие вас? Почему внезапно у мужчины пропало желание общаться с нами, так же, как вы первые 3 месяца общались? Что произошло после 3-х месяцев? Что случилось с вами в ваших отношениях? Что произошло? Опять же, вы об этом не говорите. То есть, вы этого не раскрываете. А это важно. Дальше. Значит, как он говорит, он очень устает и не остается времени на меня. Хотя я, с своей точки зрения, не могу понять, почему он не может уделить мне 3 минуты в день, чтобы узнать, как у меня дела. А зачем вам это? Для чего вам, чтобы молодой человек узнавал, как у вас дела? Тем более, тем более, тем более. Ну, как бы насильно его заставляя это делать. То есть, вы, как бы, говорите ему, спросил у меня, как дела. Дай мне, как бы, свое внимание, говорите вы ему. Ну, для чего вам это? Зачем вам таким способом получимое внимание? Для чего оно вам именно вот таким способом получимое? Вам самой приятность, когда ну, человек вот так через через силу спрашивает у вас, как дела? отдаете ли вы себя отчет в том, что это ваше попременность, что мужчина, как бы, он не должен ничего вам отдаете ли вы отчет себе в том, что человек дает вам то, что у него есть, то, что он в силах дать и так далее. Вот. Вопрос в том, что вы не принимаете того, что он может вам дать. мужчину, понимаете? И вопрос в том, почему, то есть, почему так происходит, что вы не можете принять мужчину, а можете принять только свои желания. Значит, вам это что-то дает. Ну, или должно давать то, что мужчина узнает, как у вас дела. Последний раз мы с ним говорили о личном, для чего, зачем вы говорили о личном, кто был инициатором. И на вопрос о том, что я для него значил, и что он ко мне чувствует, он ответил, что ничего. Зачем Ольга, вы у него это спрашивали, с какой целью? Я не могу понять, что мне делать, и как понимать его слова. Вам нужно его слова понимать так, что молодой человек сейчас в вас не нуждается и не рассматривает вас как серьезного партнера для своих отношений, для своего будущего, своих отношений. То есть, да, в перспективе он хочет отношений, да, в перспективе он хочет семью, но это в перспективе и, возможно, не с вами, возможно, не сейчас. Другой вопрос. Вы явно не глупый человек. И вы, скорее всего, это понимаете. Вы знаете, о чем говорить такое его поведение и такая его позиция. Но, тем не менее, вы делаете вид, что не понимаете. Вы говорите, я не могу понять, нужна ли я ему или нет. Но разве он ведет себя как будто вы ему нужны. Нет. Вот по поведению человека и нужно судить, особенно мужчину. И я уверен, что вы знаете об этом. Я уверен, что вы догадываетесь, что мужчина не готов. Что мужчине вы не нужны. Но вам что-то мешает это принять. Возможно, страшно, возможно, что-то еще. Он всегда ставит меня перед выбором, как я решу. это свидетельствует с одной стороны о том, что вы позволяете ему навязывать свой выбор. С другой стороны, это говорит о том, что мужчина избегает ответственности именно за близость. Он к ней не готов. Либо он ее боится, либо он не готов. Решу мы расстаемся, значит расстаемся. Нет, значит жди, пока он делает свои дела и сможет уделить мне время. Ну, это в общем-то обычная нормальная реакция человека, который не испытывает сколько-нибудь серьезных чувств к вам, женщине. В свою очередь, очень люблю его и сильно привязался к нему. Я полагаю, что здесь необходимо раскрыть то, как вы понимаете любовь, с одной стороны, и с другой стороны, раскрыть привязанность, потому это привязаться за 7 месяцев к человеку, если вы самодостаточная, самостоятельная личность, невозможная. И то, что вы к нему привязались, говорит о том, что вам нужен был кто-то. либо фигура, если фигура, то это замещение родительской фигуры, либо вам нужен был источник, носитель каких-то ваших желаний. И соответственно, вы этот источник нашли в мужчине, соответственно, мужчину вы идеализировали под наплывом ваших желаний. И вот, пожалуйста, это привело к тому, что вы на него дожите. То есть с привязанностью вам необходимо разбираться. Привязанность это по сути психотическая модель поведения, когда человек нуждается в комплексе, нуждается в, может быть, повыдере, да, нуждается в ведущем. Вот вы говорите, что он всегда ставит вас перед выбором. И это правильно. Вы считаете, что он не должен ставить вас перед выбором. Почему вы избегаете выбора? Не потому ли, что ну, например, у меня сложилось такое впечатление, что вы довольно скромный человек. А если вы скромный человек, то не граничит ли это с стеснительностью, например, и так далее. Когда мы вместе пишите вы все хорошо, мы общаемся, не ругаемся, когда нет, мы не ботрить пять дней совсем не общаться, а то и дольше. Но опять же непонятно, что вы здесь подразумеваете под словом «все хорошо», потому что общение и отсутствие ругания еще не означает, что между «все хорошо». И то, что вы можете по три или пять, а то и больше дней не общаться, это тоже ничего страшного для взрослых, серьезных людей, у которых есть помимо личных отношений еще и своя жизнь. У меня возникает вопрос, а не слишком ли вы концентрируетесь на своем молодом человеке, не слишком ли вы концентрируетесь на семье и ребенке, это в 21 год. А с теперь возникает вопрос, как вы живете, какова ваша жизнь, каковы ваши цели, каковы ваши стремления, каков ваш вектор движения по жизни, откуда такая значимость у фигуры молодого человека, с которым вы встречаетесь всего лишь 7 месяцев. Дальше. Он говорил, что хочет семью со мной и ребенка, но не сказал, когда, может быть, более, чем хочет, но при этом он говорит, что ничего не чувствует ко мне. Вполне вероятно, ну, здесь два варианта, либо человек избегает действительно близости, и тогда его чувства могут проявляться где-то еще, скорее всего, там, где вы не видите. Либо семья ему просто нужна как определенная ступенька, то есть без чувств. Он просто понимает, что вы идеальная жена, например, для него. И это не добавляет вам цены, потому что такая вот роль идеальной жены, именно жены, но не женщины, да, не партнера, не спутника жизни. Роль идеальной жены, которая ждет, вот как вы ждете, она вас будет обесценивать. Поэтому вы тут как бы подумайте, какую роль мужчина вам отводит в своей жизни, и вообще нужна ли вам эта роль достойна, достойны ли вы ее или нет. мне лично кажется, что нет, мне лично кажется, что подобная роль женщину унижает. Но если вы на эту роль согласны, а вы на нее пока согласны, потому что вы ждете, то можно говорить о том, что вы будете неизвязливы. И если вы позволите, мы можем вам помочь узнать и увидеть, откуда это идет, и подкорректировать ваше поведение, что вы все-таки были счастливы. Дальше, опять же, раньше он говорил, что а, раньше говорил, что хочет семью, а теперь перестал, что случилось. Раньше он сам спрашивал, любите вы его или нет, а сейчас все изменилось. Почему? Что произошло? Какое обстоятельство повернуло отношение молодого человека к вам? В этот раз при разговоре на мой вопрос зачем ты говорил, что любишь, если это не так. А в этот раз при разговоре Вы очень много разговариваете о ваших отношениях. Мужчины не очень любят эти разговоры, потому что это заставляет чувствовать их несвободу. И даже если у него и были чувства к вам, то вы вполне вероятно вот этими диалогами заставили его думать, что вы пытаетесь его окольцевать раньше времени. Ну, то есть раньше чем он этого сам, например, хочет. А это не есть хорошо для вас. Поэтому вы подумайте, с какой целью вы понимаете вот эту вот тему, тему личных отношений для чего, зачем. Почему вы больше внимания уделяете словам, а не действиям. Ну, например, не хочет мужчина общаться. Ну, не общайтесь с ним, занимайтесь своими делами. Учеба, работа. Сейчас самое время. То есть что заставляет вас концентрироваться на нем? Какие ваши конфликты находят выход, получают облегчение, освобождение в результате взаимодействия с ним? Для чего, грубо говоря, вы используете молодого человека в своих целях? Для решения каких проблем вы используете его? Потому что вы с ним не свободны. Вы не ведете себя как свободная личность с ним. Не ведете себя как независимый партнер. Именно поэтому мужчина так себя ведет, потому что он видит, что вы от него зависимы. А когда человек зависит, он растворяется. Когда человек растворяется, тот, в ком он пытается раствориться, выйдет в том, кто растворяется, в себя. А это неприятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.